Участок дороги Москва-Санкт-Петербург-Гирина в Вишневолодском городском округе открыт для движения транспорта. На обрушившемся участке дорожники смонтировали водопропускное сооружение, отсыпали земляное полотно и уложили новый асфальт. На введенной в эксплуатацию дороги побывал наш корреспондент Наталья Чекет. В начале ноября на Тверскую область обрушились ливневые дожди, что привело к повышению уровня воды в ряде водоемов региона. Из-за этого произошло подтопление либо повреждение некоторых участков дорог в семи муниципальных образованиях области. Масштабные работы по восстановлению велись на автодороге в районе деревни Деревково-Вишневолодского городского округа. Там обрушилась часть дороги. Работы по устранению последствий стихии заняли около трех недель. Во время восстановительных работ на участке применялись современные технологии. Так, для восстановления водопропускного сооружения была установлена гофрированная труба диаметром 2 метра длиной 30 метров. Гофрированная труба поставлялась на стройплощадку готовыми секциями. На устройство фундамента под нее гидроизоляцию и установку потребовалось три дня. Например, на трубу из сегментов требуется около трех недель. Что представляет из себя спиралевитая металлическая труба? Она делается на заводе путем гофрирования и спирального свивания металла. И здесь на производстве мы получаем готовый продукт, сразу готовую трубу, которая распилена на секции. Также в процессе работ подрядчик укрепил откосы и русла габионами, которые обеспечат защиту от воздействия неблагоприятных природных факторов. Помимо этого дорожники установили барьерное ограждение, обустроили водоотвод с проезжей части прикромочными лотками. Асфальт уложили, поймали промежуток погоды теплой и положили асфальт. Два слоя. У подрядчика, во-первых, на искусственное сооружение гарантийное обязательство, то есть на покрытие пять лет, на трубу восемь лет. Гарантийное обязательство. Он будет, в случае таких же случившихся ситуаций, он будет устранять за свой счет. Устранение последствий сильного циклона на дорогах Тверской области находилось на личном контроле губернатора Игоря Рудени. В начале ноября глава региона осмотрел аварийный участок дороги Москва-Санкт-Петербург-Гирина. По поручению губернатора была создана оперативная группа.